Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня я расскажу вам, как сделать вот такую объемную, подвижную укладку. Да еще и так, чтобы объем держался несколько дней. Протестируем с вами новый гаджет для сушки волос. Итак, поехали! Что мы делаем в самом начале? В самом начале мы моем голову. Потом через пару минут снимаем полотенце. И волосы у нас будут сохнуть естественным путем. До полусухого состояния. Наносим на волосы любимый продукт. Может быть это средство какое-то для объема, может быть это мусс, любимая сыворотка. Если волосы сильно повреждены, то наносим только на кончики. Прямо вот на кончики. Я сейчас нанесу сыворотку Фаберлик, филер, 185 артикул. Выдавливаю на руку, распределяю по ладоням. И наношу исключительно на кончики. Хотя она не утяжеляет совершенно. Все равно я буду наносить только на кончики. А если вы наносите какое-то масло или что-то сверхпитательное, то тем более. На корни не заступаем. Все, сейчас до полусухого состояния. Наши волосы остаются пока так, а мы идем делать свои дела. Волосы практически высохли, они еще влажные. Сейчас мы будем приступать к сушке, к укладке. Но сначала я вам покажу свой новый гаджет, скоростной фен. Итак, поехали тестировать. Буду в первый раз вместе с вами. Вот так пришел фен. Доставили его, кстати, довольно быстро. Без вас не распаковывала. Будем вместе с вами разбираться. Это Socos бренд, называется вот так. И модель Nova High Speed Hair Try. Очень интересная моделька. У меня такого еще не было. У меня уже есть Fens Aliexpress. Вы, кстати, многие спрашиваете, когда он мелькает в роликах, откуда он. На него есть обзор Fens Aliexpress. Потрясающе великолепный. Я им очень довольна. Надеюсь, это тоже не разочарует. Смотрите, у нас здесь с вами все характеристики. Так, две скорости. Так, позволяют сушить без щеток, я так понимаю. Температурные режимы. В общем, много всего классного. Слушайте, вот вам показываю этикеточку. Здесь по-русски. Фокус, вернись, я все прощу. Вот. Так, модель Socos. Nova, модель A1. Вот артикул здесь есть. Но я, как всегда, вам все в инфобоксе оставлю. Так, мощность 1600. А, он ионизированный тоже. Вот предыдущий фен у меня тоже ионизированный. Он вообще, девчонки, не сушит волосы. Вот он просто великолепный. Холодный воздух есть, которым я завершаю укладку. Так, сделано в Китае. Срок службы 2 года. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так, давайте открывать. Смотрите, вот в эту коробочку, ну, как бы такой чехольчик, да, тоненький, вставлена белая коробочка, которая у нас с вами открывается уже по-нормальному. Слушай, пока вскроешь, вон оно как. Так, очень интересная. Девчонки, смотрите, какая насадочка. Для чего? Как вы думаете? Мы все с вами обязательно попробуем. Очень интересная насадка, обычная, классическая. Вот такая, смотрите, с распределением воздуха. То есть, вот она какая интересная, как он будет выходить. Так, и это у нас, что? Это у нас, наверное, крепление, причем на липучке, чтобы фен можно было удобно где-то повесить, положить. Но у меня фен, как правило, в шкафу и возле шкафа, в коридоре я волосы и сушу. И, собственно говоря, сам агрегат безумно стильный, безумно крутой. Вообще фены с ионизацией, они, ну, фены нового поколения. Такая же резиночка, вот как у меня на том фене, фене. Вот так он выглядит. Здесь вот так. Так, тут у нас защитная пленочка, кстати, есть на корпусе везде. С информацией, с какой-то надо ее снять. Хотя нет, она, наверное, даже не снимается. Он такой, знаете, матовый, тактильно очень удобный в руке. То есть, скользить не будет. Так вот у нас с вами кнопочка ионизации, наверное, несколько режимов. У меня вот на том фене был смешанный режим, и я на нем и сушу. То есть, сначала подается горячий воздух, потом холодный. Потом снова горячий, потом снова холодный. Очень удобный режим, он мне больше всего нравится. Волосы очень быстро сушат. Так, что у нас есть здесь еще? Еще у нас есть стильная сумочка вот такая. Сейчас посмотрим, откроем. Бархат, девочки, это бархат. Слушайте, прям вот это прям бархат. Вот такой черный мешочек и, собственно говоря, инструкция. И, о, спасибо братьям нашим. Она есть на русском. То есть, смотрите, описание товара. Канал для выпуска воздуха. Выключатель электропитания. Кнопка режимов. А, вот кнопка режимов. Все-таки это вот это у нас тут еще. Нижнее, как пишут. Так, холодный воздух, теплый воздух, горячий воздух. Ой, и, слава богу, смешанный режим. Циркуляция горячего и холодного воздуха. Я прям обожаю этот режим. Выпускное отверстие для воздуха. Съемный фильтр. Съемный. Ой, точно. Смотрите. Прелесть там какая. Тут поворотный механизм. Оп. До щелчка. Закрыли. Великолепно. Как использовать? Ставьте шнур питания, включите прибор, выберите режим. Щелкните кнопку режимов, чтобы выбрать подходящий режим. Ага. 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 Это все понятно, все понятно. В принципе, все понятно. Вот у нас QR-код для доступа к полному руководству пользователей. Инструкции на безумном количестве языков, что тоже очень приятно. Так, ну что, мои хорошие, мы с вами разобрались. Я вам показала, он безумно крутой. Мне вот эта насадка так интересно, потому что от того фена, вот, все она наделась. У меня насадка, где много вот таких вот штучек, да, для объема. А что мы будем делать с этой насадкой? Вот в чем вопрос. Для чего она? Буду изучать, буду изучать и погнали тестировать. На самом деле фен, он важен. Он важен, ничего не хочу сказать, потому что вот в своем прошлом я пользуюсь. И он не повреждает волосы, но я этого не вижу. Хотя я редко, кстати, крайне редко использую термозащиту. Вот так. Я ознакомилась, почитала. Это, девчонки, накладка у нас, насадка у нас с вами не для объема. Фен у нас высокоскоростной. Я тут картиночки сбоку постараюсь погребить. Кому нужно, тот почитает. Высокоскоростной двигатель. У нас что еще? Быстрая сушка волос. 3-5 минут для волос средней длины. 2 скорости, 4 режима. Кстати, вот эта вот галочка, это режим. То есть мы будем видеть, какой режим мы выбрали, чтобы не запутаться. Ионы. 200 миллионов отрицательных ионов. У меня прошлый фен тоже сионизацией. Могу сказать, что на качестве волос это сказывается. Действительно. И, девчонки, вы отметили, что у меня в последнее время, в последние полгода волосы выглядят хорошо. Так, значит, высокоскоростной бесщеточный двигатель. И вот эту щетку, девчонки, мы на Азон есть фен. Ссылку тогда оставлю. Там прям ролик есть. Девушка вот так вот открывает фен. И просто вот тут какой-нибудь щеточкой или ватной палочкой ушной прочищает, если здесь что-то на этом фильтре скапливается. Удобно. Удобно на самом деле. Так, дальше. У нас здесь 110 тысяч оборотов в минуту. Это двигатель именно. В общем, он очень-очень мощный. Защита от перегрева у нас здесь есть. Да. Так. И еще что? Снижение шума. Сейчас посмотрим, как он будет шуметь. До 58 дБ. Комбинированная программа снижения шума. Это насадка-диффузор. Она обеспечивает быструю сушку волос и уменьшает прямое воздействие высокой температуры и высокоскоростного воздушного потока на волосы. То есть мы сушим вот так, но контакта с горячим воздухом такого сильного нет, потому что здесь есть рассеиватели такие стоят, да, специальные. Еще какая-то пластина, что ли, здесь внутри. Ну, в общем, это для бережной сушки волос. Вон оно как. Понятно? Постоянная температура 59 градусов Цельсия для защиты волос. То есть меньше 60. И вот как раз индикаторы температуры воздуха. У нас первый режим желтый. Это, по-моему, теплый. Второй такой оранжево-красный, когда будет светиться, это горячий. Голубенький, синий. Третий режим – это холодный воздух. И комбинированный четвертый режим – это когда попеременно мигает то красным, то синим. Вот так. Все основные я вам рассказала преимущества. Теперь буду рассказывать лайфхаки. Знаете, что я делаю? Ну, во-первых, мы с вами включаем фен. Попробуем сейчас и той, и той насадкой поработать. Очень интересно на самом деле. Так, здесь, кстати, довольно длинный провод. Мне кажется, сколько он? Два метра, наверное. Два метра, да. Я всегда сушу волосы против роста волос. Это один из первых секретов для объема волос. Не вниз головой, а просто против роста волос. Скелетная расческа. У меня в данном случае Фаберли. Кстати, моя парикмахер очень хвалила расчески такого плана. У нее с Фаберли, говорит, мы все парикмахеры на них перешли. Такого же, кстати, прям цвета. Я ей свое показала. Она говорит, нет, не то. Улитки. Они не запутывают волосы. То есть вот эти вот разъемы, здесь у нас листочек, а есть улитки. Вот так вот закручиваются, да, дырочки вот эти вот. Они вот так вот идут. И я все время забываю, но надо приобрести, посмотреть, потому что там цена вопроса рублей 300. Может, сейчас уже и дешевле есть. Не путает волосы вообще при расчесывании, их не дерет. Вот. И я именно для Ксюшки вот хочу такую расческу. Так, что мы делаем? Мы сейчас с вами будем пробовать фен. Холодный воздух, по мне видно, голубой, да? Ага, эта кнопка у нас поток воздуха регулирует. То есть один минималочка и два сильни. Слушайте, ну вообще прикольно, но с этой насадкой не такой сильный поток. А вот эта у нас уже кнопка, получается, будет переключать режимы. По шуму он какой-то такой, вы знаете, мягкий. Если мой фен до этого, у него такой шум, шум. А здесь он какой-то такой мягенький. Так, смотрим. У меня аж лампочка в ванной начала мигать. Какой мощный прибор. В общем, вот эта насадка прикольная, но я хочу все-таки классической попробовать посушиться. Фен, он такой, он достаточно тяжелый. Не хочу сказать, что он как пушинка, потому что все-таки, видимо, стоит хороший движок. Слушайте, они магнитные. Вот это вообще прикол. Их здесь видно даже, вот тут вот такие вот магнитики. Прикольно. В общем, здорово, мне нравится. Так, и буду показывать и рассказывать вам, как сушу. Значит, зачесываю все волосы на одну сторону. Вот таким образом. Дождаться, кстати, момента, что они полусухие, это тоже очень важно, потому что... Здесь нет времени, конечно, иногда мокрое сушу. Это важно тоже для создания объема. Ставлю вот так вот в прямое положение фен. Включаю его и сушу. Сейчас вы все увидите, как это все дело происходит. Смотрите, корешки. Мы здесь, как следует, все просушили. Что делаем дальше? Дальше делаем пробор. Ну, где-то три пробора у меня таких получается. В общем, сейчас вы видите все сами. Делаем пробор такой. И просушиваем опять корни. Вот здесь, как следует, против роста волос. Что делаем дальше? Дальше фен берем в другую руку, расческу в другую. Я, наконец-то, включила комбинированный режим. Хорошо, конечно, волосы досушивать на холодном. Это вообще изумительно, если в вашем фене есть такая функция. Дальше я насаживаю прикорневую часть волос на скелетную расческу. И как следует просушиваю в таком положении. Потом протягиваю по длине и досушиваю кончики. И так с каждой прядью. Вот так. Вот таким вот образом. Приподнимаю корень. Так, поехали. Не сказала насадку. Поворачиваю в такое уже положение. Потому что вертикально. Так будет удобнее. Так, сделали. Теперь делаем следующий пробор. И так по всей голове. Делаем следующий пробор. Потом я начну опять с этого бока, потом сзади. В общем, сейчас все покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Чего иногда просто сушу так, как я вам показывала. Это уже третий будет у нас с вами. Лайфхак. Расческа четвертый. Я приподнимаю прядки и возле лица. Это батист сухой шампунь обычный. Тоже, кстати, работает все это гораздо лучше именно после сушки волос на теплые волосы. Я обратила внимание. Там же, где лак, сюда. Вот сюда. И работает изумительно. Вот если с целью продлить чистоту волос на грязные волосы, заметила, так это уже не работает. Но я все равно через день мою голову, поэтому как бы в этом проблемы нет. Но так у нас просто два дня будет чистые корни. Если они у вас быстро жарнятся, у меня достаточно быстро. Но сейчас вот более-менее. Сейчас вот более-менее. То есть иногда даже мне в этот день уже надо мыть голову, а у меня в принципе голова выглядит достойно. Если я проделываю все манипуляции, которые проделываю сейчас. Иногда, опять же, все зависит от шампуня, какой был шампунь, бальзам и так далее. Если утяжелились волосы, то куда деваться как бы. Но даже если утяжелились волосы, если все делать так, как я сегодня, то они у вас все равно будут долго чистые и объемные. Теперь берем пальчики, вот так немножко все это делаем. Распределяем. Сухой шампунь, я имею в виду. Вот так. Потом берем эту же расческу. Она не исчезывает. Начес полностью, как допустим, ну, стешит любая другая расческа. Но я его все равно исчезываю, потому что он мне не нужен. Мне нужна была фиксация. Если вы любите начесы, то вот эта расческа прям вот такая вот находка. Она не исчезывает начес. То есть, вот, в принципе, можно сделать вот так уже и все. Но я его исчезываю, он мне не нужен. Я возьму обычную расческу. Счезываю полностью свой начес. Все. Счесала. То есть, волосы у меня вот без начеса. И посмотрите, какие они объемные. На завтра объем будет еще больше. Не знаю, почему у меня так. Но когда я посплю, я просыпаюсь, у меня вообще шапка. Просто шапка. Они будут долго чистые. Они будут долго объемные. И особенно прикорневой объем. В то же время живые блестящие. Хотя, девчонки, я перед сушкой мыла волосы шампунем Ботаника. Он сушит сильно. Потому что перед этим использовала такие тяжелые средства для увлажнения. Сейчас решила подчистить их, подсушить Ботаникой. И то, посмотрите. Вот так. Вот так легко можно создать при укладке объем на волосах, зная небольшие такие секретики, которые, по сути, занимают всего несколько минут, девчонки. Потому что я помню, когда я показывала, как я делала укладку. Ой, так долго, чего долго. Это 10-15 минут. Раз в день, или раз в два дня, или раз в три дня, смотря кто как волосы моет. Вот он прикорневой объем, он весь на месте. И он будет держаться. И объем этот подвижный. То есть мы захотели, вот так немножко ручкой сделали. Хоп, красотка. Все, пошла мир покорять. Так, по поводу фена, девчонки. Мне очень понравилось. Я, кстати, сушилась им на низких оборотах. Я сейчас вам покажу на высоких оборотах, как сильно дует. Я даже говорить в этот момент не могла. Он действительно мощный. Прикол, да? Я представляю, какое у меня там лицо было. Надо прямо на заставку видео поставить. Он очень мощный. Вообще просто. Он прямо сносит аж. Ну вот в карточке Озона, там тоже есть такой интересный опыт, прямо на заставке у них вот этого фена, где там банки тяжелые, прям фен поднимает, по трубе они дуют. Поток воздуха невероятный. И поэтому я сушила на низких оборотах. Мне этого было вполне достаточно. Но если вот прям надо за минуту, за две высушить волосы, то на сильных оборотах это вполне реально сделать. За минуту, за две это прям сто процентов. Поэтому все, да, на, ты расчесочку просела, на. Иди, дружечки собираем. Мы сейчас пойдем с тобой гулять. Иди, и кайску расчеши, иди, и Кристину, да. Молодец. Вот. Так что все, девчонки, по фену зачет. Очень понравился. Все супер, прям классный. Волосики после сушки блестят, после ботаники. Это вообще сказочно. Прям везде объем есть. Все секреты вам рассказала. Ну, объемно же, объемно. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Ну, и на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.